МЧС России Виктором Александровичем Стрелковым Проведенные рабочие, чрезвычайные ситуации за последние несколько лет в таких заведениях не происходили. Может быть, могут быть предпосылки к возникновению, это пожары, конечно же, это несчастные случаи на воде. Ну, сейчас функционирует множество детских лагерей, расположенных в прибрежной полосе. Как должны быть оборудованы лагеря, имеющие выход к морю? Что должно быть? Те детские лагеря, которые обеспечивают отдых детей на воде, то есть купание, в обязательном порядке должны иметь в своем штате не менее двух спасателей, матросов-спасателей, оборудованную хотя бы передвижную, переносную вышку спасательную, средства для спасения, это круги, спасательные жилеты. В обязательном порядке, конечно же, должна быть медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи и телефонная связь в обязательном порядке для вызова экстренных служб. Ну и опять же, перед открытием лагеря наверняка должно быть проверено дно, установлены буйки. Кроме того, что перед открытием обязательно проверяется дно на наличие всяких опасных предметов, но и после каждого шторма собственники детских лагерей и лица, эксплуатирующие пляжи, обязаны проводить повторное обследование дна. Проводятся ли обучающие и профилактические мероприятия с руководителями и сотрудниками детских лагерей? Прежде всего, перед началом эксплуатации детских лагерей нашими сотрудниками проводятся проверки противопожарного состояния, вручаются предписания и акты с указанием тех мероприятий, которые необходимо выполнить. И кроме этого, проводим, конечно же, мы обучение сотрудников, всех вожатых действиям при возникновении пожара. Кроме этого, перед началом каждой смены наши сотрудники проходят и проводят лекции, занятия, семинары, практическую отработку со всем персоналом детских и оздоровительных лагерей. А с детьми какие-то мероприятия проводятся? В обязательном порядке, в каждой смене, в каждом лагере, кроме сотрудников государственного пожарного надзора участвуют и сотрудники службы пожаротушения нашей, и инспекции по малоберным судам, которые проводят занятия, в том числе, по безопасности жизнедеятельности, правилам поведения на воде, первичным действиям при возникновении пожара и соблюдении мер пожарной безопасности. А кто проводит инструктажи по пожарной безопасности? Значит, ответственность за проведение инструктажей и обучение персонала лежит на руководителе заведения, либо сотрудника, который назначен ответственным за обучение, который должен пройти, прежде всего, самообучение по программе пожарного технического минимума. И они проводят вводные инструктажи, первичные и повторные инструктажи с сотрудниками, которые отвечают и несут ответственность за безопасность детей. В последнее время метеорологи прогнозируют аномальную жару, соответственно, высока вероятность возникновения пожаров, высокая пожароопасность. Какие меры должен предпринять персонал учреждения в случае возникновения пожара? Ну, прежде всего, что необходимо предпринять, это исключить возможность возникновения пожара, то есть содержание территории. На сегодняшний день вся трава у нас высохла. И, конечно же, прежде всего, это уборка территории, это выказ травы, уборка сухой территории, уборка мусора, недопущение его скопления. Это прежде всего то, что может повлиять. И, конечно же, соблюдение противопожарного режима, то есть запрет применения открытого огня, запрет курения в неустановленных местах и проведения каких-либо огневых работ, пиротехнических, фейерверков и так далее. Оказываете ли консультативную, методологическую и информационную помощь населению? В каком формате, если так? И какие мероприятия по профилактике пожарной безопасности проводят сотрудники надзорной деятельности? Да. Ну, кроме осуществления надзорной деятельности, мы осуществляем и профилактическую работу. Профилактическая работа наша заключается в проведении занятий с населением. Это подворовые обходы, это сборы населения, это проведение рейдовых мероприятий в садовых товариществах, в индивидуальном секторе. Наши сотрудники и сотрудники пожарного надзора, и службы пожаротушения ежемесячно осуществляют такие мероприятия, проходят, вручают памятки, рассказывают населению, людям, что необходимо сделать, чтобы не допустить возникновения пожара, и что необходимо делать в случае, если уже он возник. Ну, а как это происходит? То есть, это как-то запланировано, сбор? Конечно, есть в главном управлении, да и вообще все семьи МЧС сезонные мероприятия, конечно же. И в зависимости от складывающейся обстановки пожарной, мы проводим сезонные мероприятия, такие как, например, отопление. То есть, перед началом отопительного сезона мы уделяем особое внимание, допустим, частному сектору, садовым товариществам, там, где имеется печное отопление. Наши сотрудники проходят и рассказывают, что же нужно сделать, чтобы не допустить пожара от печи. Есть профилактические мероприятия, называется Новый год, например, операция. Это перед Новым годом мы проходим и рассказываем, как необходимо применять пиротехнические изделия. Есть мероприятия, направленные на предотвращение пожаров на открытых территориях, это работа с садоводами. Рассказываем о том, что запрещено в летний пожароопасный период сжигать остатки сельскохозяйственной продукции, там, траву, мусор, кустарник. Сотрудники МЧС обходят каждый дом или же люди собираются в конкретном месте? Ну, в зависимости от складывающейся, опять же, обстановки, то есть, мы проводим анализ, где больше всего, чаще всего возникают пожары. И уделяем, мы, к сожалению, у нас не так много, чтобы дойти и достучаться, может быть, до каждого. То есть, наиболее, скажем так, уязвимые места прежде всего. И во взаимодействии с органами исполнительной власти организовываем так называемые сходы. То есть, председатель сельского совета организовывает сбор населения в определенном месте. Мы выезжаем своим автобусом и там уже, так сказать, для массового населения рассказываем то, что нужно сделать. Я так понимаю, предварительная информация поступает в средства массовой информации, да, о запланированном сборе и распространяется уже среди жителей? Да, конечно. Это через органы исполнительной власти, прежде всего поселковые советы. Какие мероприятия запланированы на ближайшее время? Ну, ближайшее время у нас, это день зданий 1 сентября, поэтому основной упор сотрудники надзорной деятельности сейчас уделяет тому, чтобы обеспечить безопасность начала учебного года. Поэтому запланировано прежде всего проведение инструктажей занятий с учителями, с педагогами. То есть мы их обучим, еще раз напомню, что необходимо сделать, как действовать при пожаре. А после начала учебного года, с 1 сентября, мы уже будем проводить занятия, открытые уроки уже непосредственно с детьми. Детей какого возраста вы собираетесь охватить? Ну, всех. Начиная от первоклассников и заканчивая? Нет, начиная от дошкольников, с детских садов, конечно же, школьное образование и высшие учебные заведения, в том числе, в обязательном порядке. Какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы избежать происшествий? Ну, прежде всего, если касаемо нашей темы детского оздоровления, и я затронул, опять же, детского образования. Это, конечно же, соблюдение мер безопасности и, прежде всего, содержание в надлежащем порядке пути эвакуации. Потому что тушение пожаров, это, скажем так, довольно-таки сложно, специфическая и опасная работа. Поэтому, прежде всего, сотрудники детских оздоровительных, образовательных учреждений должны содержать, конечно же, пути эвакуации. То есть, они не должны быть закрыты на труднозакрываемые запоры, они не должны быть заставлены мебелью и так далее. Это первое. Конечно же, в обязательном порядке на каждом объекте должны быть первичные средства пожаротушения, это огнетушители. И сотрудники, персонал должны знать и понимать, как ими пользоваться. Для этого мы проводим практические занятия и отрабатываем пути, практически эвакуацию детей. То есть, с начала учебного года будут практические тренировки, то есть, будем эвакуировать, делать учебные тревоги, детей будем эвакуировать на улицу. То есть, учить сотрудников, приучать детей к мерам безопасности и к действиям при пожаре. Что же делать в случае возникновения пожаров? Можно ли самостоятельно ликвидировать небольшое возгорание и какие средства для этого лучше использовать? Ну, прежде всего, конечно, это, я так понимаю, вопрос, касаемый именно населения нашего. То есть, здесь нужно понимать то, что самостоятельно принимать меры к тушению пожара можно и нужно, но только в том случае, если это загорание небольшое и не несет угрозы жизни и здоровья самого человека. Потому что, вот буквально совсем недавно были прецеденты, человек попытался потушить сам и вместо того, чтобы горящую вещь выкинуть на улицу с балкона, да, где никого не было, он затащил ее в дом, почти сожжет всю квартиру, сам надышался и нанес вред своему здоровью. Поэтому, прежде всего, конечно же, нужно думать о своей безопасности и оценивать возможности. Можем ли мы это потушить или нет? Первое, что нужно сделать, если это произошел пожар от электричества, это нужно, конечно же, отключить электричество. Это первое. Второе, что нужно сделать, это, конечно, подозвонить в пожарную службу, набрать телефон 101, назвать адрес, что горит, где горит. И только после этого, если есть такая возможность, если помещение не задымлено, можно попытаться тушить. Опять же, напомню всем о том, что электрические приборы тушить водой категорически нельзя. Если у вас дома нет огнетушителя, то тушить практически больше нечем. Можно накрыть, допустим, плотным одеялом, покрывалом, горячий телевизор, микроволновку и так далее. Но лучше на сегодняшний день, по моему убеждению, лучше всего просто-напросто выключить электричество, покинуть помещение и позвонить в пожарную службу. У нас на сегодняшний день современнейшая техника. Мы очень быстро выезжаем и реагируем, поэтому в течение 3-5 минут пожарные подразделения прибудут и пожар будет ликвидирован. Как называется документ, гарантирующий безопасность ребенка во время отдыха в детском лагере? В детских лагерях все, которые осуществляют деятельность и предоставляют услуги по детскому отдыху, были обследованы межведомственной комиссией, созданной при правительстве. Куда вошли представители правительства, контролирующие надзорные органы, такие как государственный пожарный надзор, инспекция по маломерным судам, распотребнадзор, сотрудники полиции. И по результатам обследования данных лагерей были составлены акты. Акт межведомственной комиссии, который подписан всеми членами комиссии. И дано заключение о том, что данный детский лагерь можно эксплуатировать и он обеспечивает безопасность детей. Имеют ли право родители убедиться в его наличии? Конечно же, я думаю, что это обязанность, потому что, как любого родителя, переживающего за своего ребенка, конечно же, нужно попросить руководства лагеря определить и покажите, пожалуйста, акт. Есть у вас акт? Вы действительно можете обеспечить нам безопасность наших детей? Ну что ж, время нашей программы истекло. Благодарю за проведенный инструктаж, который должен в целях безопасности знать и соблюдать каждый. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Напомню, говорили об организации безопасности детского летнего здоровительного отдыха заместителем начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю Виктором Александровичем Стрелковым. Эфир же информационного канала Севастополя продолжается. Увидимся.